Привет всем! Сегодня 24 августа, сегодня День незалежности Украины. В Киеве с огромным размахом прошел военный парад. Просто шикарный. Были танки, авиация. Прошли пехотные коробки, были бронетранспортеры, бронетранспортеры. Короче говоря, все, чем богата Украина, чтобы остановить российских агрессоров, которые вторглись на нашу землю. И скажем честно, если в 2014 году у агрессоров Путина были какие-то шансы повернуть, что называется, шалькетерзив, как это называется, ну весы, в свою сторону, то сегодня у Путина этих шансов нет. Вот когда смотришь на украинскую армию, прежде всего понимаешь, что она сильна своим духом. Почему? Потому что мы сражаемся за свою родину, а Путин лезет, и русские лезут на чужую землю. И в этом их слабость. Поэтому они, ну нет у них шансов выиграть и Украину. А Украина развивается 30 лет. Выросло поколение, и стало взрослым поколением, рожденное при независимости, которое никогда не знало Сывкова рабства, которое никогда не знало Уравниловки, которое никогда не знало парцобраний ленинских кабинетов, дефицита в магазинах, где-либо еще, и прочего дерьма. Слава Богу, мы не пошли как в Беларусь, как нечастная Беларусь, а так в Таежный Союз. Мы развиваемся, мы идем в НАТО, мы идем в Европу. Слава Богу, нам хватило ума. Но с приходом будем говорить Порошенко, при всех его минусах, нам хватило ума развернуть оглобли от никому не нужного нейтралитета, который только был на руку России, нашему извечному врагу. И развернуться в сторону Европы, в сторону НАТО. Куда мы сейчас и идем? Зеленский, слава Богу, продолжает этот путь без вариантов, без каких-либо поворотов налево-направо. То есть в этом плане у него куча минусов, но в этом плане, что называется, вариант без вариантов. Курс понятный, курс на Европу, Украине 30 лет. И я бы очень хотел, чтобы 40 лет Украина встретила членов НАТО, чтобы Украина 40 лет независимости строительного члена ЕС. И самое главное, чтобы через 10 лет на китайско-украинской границе все было тихо и спокойно.